Я не был в прошлый раз, то есть я вообще всю неделю отсутствовал, и за это время был, прошел университетский и методологический семинар. Кто там был? Ну вот, тогда расскажите мне, что происходило. Сложно описать. То есть мы на университетском семинаре куда-то двинулись, а на методологическом, мне показалось, откатились. Загадочно. А если попробовать изложить все? Попробовать рассказать, куда двинулись, тогда куда откатились. Почему откатились, куда откатились. А можешь задать какие-то рамки в рамках всего? Рамочки такие, то есть, собственно, я должен войти в контекст того, что происходило во время моего отсутствия как руководитель игры. Вы уже как потенциальные микротехники там присутствуют, то есть примерно должны понимать ход подготовки тогда, разработки программы темной игры. Мне сейчас от вас нужно получить видение того, где мы находимся. Если хотите, это вот такая вот рефлексивное заседание ургу правленческой группы игры. Вот идет подготовка. Как вам нужно вести меня в контексте. Это было то, что нужно в прошлом взять? То есть у нас сейчас разворачивается вот эта штука, то есть игра до игры, потом будет сама игра разбитая, и будет игра после игры. То есть еще на прошлой неделе тоже не было в четверг, да? Угу. На прошлой неделе в четверг я был, но раньше ушел. Угу. Просто я улетал уже и... Вот. Сейчас нам надо понять, то есть где у нас там, в какой точке этого процесса мы находимся. что у нас есть, чего у нас нет, в каком состоянии находится содержание, разработка темы, там, оргпрограммы игры, в каком состоянии находятся там руководящие там фокусы управления, состав участников и так далее. Ну да, поскольку было только на экологическом, я могу говорить о нем. Поэтому, если кто-то готов начать с ума с тестков, то я с интересом послушаю. Ну, мне кажется, надо еще до четверга откатиться. То есть там была сформулирована тема игры. Какое видео? Ну, видео... Ну, видео. Ну, это немножко под заглопись. Ну... Видео свобода... Свобода правды и университета. Вот. Так, что там было? Ну, свобода. Ну, вот так вот это, по-моему, было сформулировано. Ну, там она как бы отрицающая была, в общем, вообще свобода в плане организации, как задать такую организационную структуру, чтобы она подразумевала существование свободы в ней. В рамках текущей ситуации? Ну, а на идее мы будем разыгрывать ситуацию в университете. Потому что рамка была не университет, а ситуация здесь была. Там было нарисовано как-то восстановить. Хорошо, давайте так пока положим. То есть рамка в этом смысле, по-моему, была конкретно ситуация летучего университета. Это летучий университет, не университет вообще, а идеальный университет как таково. И да, там была свобода. Но в данном случае это не формулировка темы игры. То есть тема игры формулируется как набор каких-то рабочих процессов, во что мы играем. Ну, это, наверное, проблема игра была сформулирована. Ну, то есть она скорее, да, была основная идея или проблема игры. То есть вот это то, что мы вчетверт остановились во вторник на университетском семинаре, мы уже попытались разбить, ну, какой-то составить процесс игры. Ну, я там немножко выпустил в начале, но вот в конце мы приходили, кто из каких групп должно состоять, ну, на какие группы должны биться участники, чтобы они там что-то разворачивать. Это как называется в программе? Ворк-проект. 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 Итак, там предполагалось, что... Ну, и какие принципы разделения вы взялись? Ворк-проект. По алфавиту. В общем там орк-проект. Ворк-проект это по смыслу того, что такое орк-проект, это некая модель реальной деятельностной ситуации. Если мы играем вот в ВЭПе, то тогда это должно отражать вот эту саму по себе ситуацию в списке групп, которые будет двигаться по игре эта моделька деятельностной ситуации позиционно там процесса понятно но там как раз тут и делал не объясните тогда из чего то есть что являлось основанием тогда для составления в районе какие принципы выдвигались для названия группы разделения ну ставилась задача что то группы занимались как бы проектированием ну то есть чего то такого ну то есть идея университета в котором бы это работало вот но там возникала проблема что существует уже ну прочная связи позиционные или там коммунальные где устоявшиеся это было на том семинаре где я был ну это как бы продолжение и вот было желание чтобы сформированные группы каким-то образом разрушили существующие связи уже сложившиеся там тут у вас и ну ничего лучше чем поделить там группы по какому-то случайному порядку не был ну приложен ну в конце правда выкрест ну там был пришли к тому что будет смд подход ну и все остальные каким-то образом должны быть побиться и непонятно может давать я попробую мне немножко другое понимание оно проще или я что-то сильно недопонимаю поэтому прощаю но в моей версии это звучит следующим образом во вторник москевич поставил себя в позицию как одного из заказчиков игры который потом передаст ее наверно как ну не заказчиков игры как одновременно и заказчики и с другой стороны игра деятель игра игра практик вот и начал с того что попросил всех сформулировать чего у нас есть для игры и чего нам нужно получить в результате с тем чтобы сформировать оргпроект игры вот и накидав просто топику из того что у нас есть и поставив задание что нам нужно получить оргпроект игры начался рабочий процесс обсуждения того каким что должно стать основным рабочим процессом и по поводу чего собственно будет разворачиваться игра на каком на каком уровне да и тут возникли проблемы которые для меня в общем-то упираются в одну простую вещь разыгрываться процесс может только на основе какой-то дихотомии и если в одно место мы кладем игровой smd университет как то что предлагается гтсци то для него просто в любом случае не возникает оппонентов деятельностных оппонентов и поэтому там была идея там разделить всех там на какие-то группы по разным принципам с тем чтобы разные люди предложили там из своих мест какие-то свои проекты университета при этом в том числе что был предложен smd университет либо там в одной из групп либо каким-то образом предложен в установочном докладе с тем чтобы через какое-то время короткое время все поняли что smd вариант это наиболее адекватный кроме того единственный вариант реализации университета со всеми его свободными и чаяними тех людей которые приедут в текущей ситуации но стало понятно что играться по этому поводу глупо это стало понятно это просто обозначить некоторые вещи оргпроект основной рабочий процесс и там некоторый сюжет сворачивание игры что там будет происходить вот я чего ничего не понимаю у нас есть или нет только проект то есть названы ли группы нет нет то есть было обсуждение но не было не было на мой рабочий процесс был назван нет немножко в четверг нет ну давай так по факту сейчас на субботу основ рабочий процесс я не знаю понятно не знаю я бы сказал что я говорю я не знаю но при этом как бы есть очень это стойко активное предложение москевича с которым в общем надо разбираться и считаться как основного рабочего процесса как исследование в управлении это как бы предложено и никем не оскорено во всяком случае во вторнике просто да во вторник пригласил один рабочий процесс в четверг был предложен другой рабочий процесс и что обсуждалось этих рабочих процессов то есть вот так самое я слушаю что предлагалось исследование управления да какой во вторник был предложен рабочий процесс что-то я не помню когда это было как бы мне сейчас важно следующее какие рабочие процессы как основные рабочие процессы обсуждались первое насколько я понимаю это исследование в управлении какие еще варианты были в общем-то проектирование предлагался на проектирование ясно то есть у нас есть варианты рабочего процесса в двух странных видах проектирование образа жизни и политическое проектирование про проектирование 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 непонятно чего вот это четверговый семинар разворачивался по поводу того что тот процесс который сейчас происходит процесс подготовки к игре процесс планирования подготовки оргпроекта они утыкаются в то что мы не можем в это играть нашу неспособность разыграть ту или иную проблему или вообще найти проблему которую мы можем разыграть и в четверг обсуждались и выкладывались те причины по которой мы не можем разыграть эти вещи они назывались в виде сложности тех вещей которые выкладываются соответственно восстанавливаются требования к людям которых нужно там довести до уровня чтобы они могли разыгрывать такую сложность выкладывалась причина неких табуированных сакральных вещей которые не обсуждаются в этом университете потому что по тем или иным причинам какие то мы осознаем какие то мы не осознаем но есть некие вещи которые выходят за скобки того по поводу чего мы можем играть и соответственно выкладывать в виде вставки и третий вариант это некая предзаданность то есть мы предлагаем предполагаем что вот мы хотим прийти к такому 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 то тогда собственно как мы можем называть это игрой если мы уже знаем с большего исхода и это было три таких больших штуки которые обсуждались как препятствие как препятствие к созданию к формированию игрового процесса то есть как там как лекции как какого-то там планирования да но не как игрового процесса по поводу чего мы можем поиграть вот и в результате был предложен процесс исследования в управлении и там его москвевич там разные способы разворачивал в основном через ну да Таня выложила топики университета и москвевич на этой основе красиво рассказал и в общем-то провел ту экскурсию о которой он говорил что это может быть один из процессов на игре на экскурсии по университету он провел собственно свое представление о том как его представление о университете какой он ему нужен для его образа жизни и соответствующего сообщества и они там ну вот опять там начали препираться по поводу кому в этом университете жить и кто там может управлять ими как он должен управляться и на этом примерно закончились два обитателя университета выяснили что есть сейчас два обитателя университета которые там сейчас уже живут там от Скевичева и Водолажска остальные пока только там именно оппозиториал посещают ну я не знаю куда это можно положить вот эти две штуки что вот исследование это основной рабочий процесс исследования и университета а вот второе это университет как образ жизни то есть это наверное сюжет может идти опять же ну какую-то тему там это конечно есть в первом управлении университет как образ жизни это не как не может быть рабочим процессом то есть там нет в этом рабочего процесса университизация образа жизни или что это образа ожизневания университета то есть это не рабочий процесс сам по себе или это проектирование образа жизни в университете что это? ну вот исследование там оно как рассматривалось как освоение, то есть как есть территория процесса, то есть университета, и люди как-будто должны его сначала освоить, то, что есть уже, все топики, которые существуют, а с другой стороны начать проектировать новое, которое им не хватает для жизни. Ну вот какая-то такая была. Не хватает для их образа жизни, скажем. Для их образа жизни в университете. Университетскому образу жизни была идея того, как можно заставить людей исследовать университет, и предлагалось делать это выставлением перед ними каких-то простых, совершенно таких управленческих задач, которые они должны решать в ходе игры. Например, нужна ли университет и библиотека? Ну, обсудить такие вещи по этому поводу принять какое-то решение с обоснованием, и вот таким образом они там рассматривают каждый топ университета и решают для себя насколько оно нужно, важно и так далее. Вот через такие вещи... Ну, это, собственно, описание процесса исследования и управляющих. Вот, что я понимаю там, да, еще появляется еще вот эта вот штука, то есть это пока не могу сказать, что это основной рабочий процесс, но то, что обсуждается в виде сквозных процессов по игре, несущих, да, это то, что я слышу по поводу освоения. То есть смысл, насколько я понимаю, такой, что у нас сейчас есть некое пространство, не населенное как бы жителями, ну, кроме там двух особо как бы прогрессивных, когда нужно все вперед, и как бы и тогда коллектив игры как бы занимается освоением, обживанием как бы этого незанятого пространства. Ну, это как эти пионеры, которые там приходят и начинают вести соответствующее хозяйство, как бы организуя жизнь на необжитой территории. Я не знаю, как это превратить в деятельностные вещи, потому что они связаны как раз с жизнедеятельностными штуками, в плане образа жизни и прочих вещей, появляются еще некие тематизмы этого освоения. Ещё обсуждалась идея предложить людям составить минимальную топику, которая им нужна в университете. То есть, так, к учителям и к проектированию. Осваивая то, что уже есть, они задумываются о том, а что ещё надо. Я понял. То есть, в проектировании, в этом смысле, то есть, мы опять же приходим на незанятую территорию, и нам нужно организовать эту жизнь, а значит, включаются элементы проектирования. Что нам нужно для того, чтобы... Я считаю, что это не проектирование. Хорошо, что это... Решу, это управление. Управление... Управление чем, к чему? Ну, вот так он, как бы, это кладёт, как управление. В смысле, как это наброс... набрасывание этих топов, ну, это как бы ещё не проектирование, но это да. Ну, типа, нам надо библиотека, но мы не проектировали библиотеку. Слушай, смотри, Андрей. В принципе, можно рассматривать это и так, то есть, ну, тогда... Андрей, просто номинация... Он сказал, что номинация вот этих топов, да, то есть, ну, какие они будут... Это, там, средний уровень управления. Управливающий акт. Да. Это всё правильно. То есть, управление рассматривается, в данном случае, в взаимосвязи организации, руководства, как бы управления. Там, когда мы намечаем, куда мы двигаемся, там, или, там, какие территории мы закладываем, это, как бы, прямая функция руководства. То есть, постановки целей каких-то или, там, номинации пространства. То есть, функция номинации, она включена в управление, как руководящая функция. Идём туда. Или, там, делаем эту. И тогда это первичный процесс, действительно, в который проектирование может включаться после, если мы, как бы, идём туда, как бы, и для того, чтобы нам туда попасть, нужно развернуть процесс создания этого, поскольку оно не существует. Тогда включается проектирование уже, как бы, как подчинённый процесс в управлении. Самому по себе. Ну, вот, если откатиться во вторник, то, и, собственно, проектирование чего, там, ну, там, Вадалажский, там, Вадалажский, там, Вадалажский, там, Вадалажский, там, Вадалажский не хватает управляющих структур. Ну, то есть, вот, политического уровня управления, где бы, ну, сформировались какие-то, не знаю, органы управления. Вот, и через это, ну, управление, как бы, я так понимаю, была идея, что люди выйдут на, ну, неспособность, как бы, решить, ну, то есть, сначала в группах будут решать эти управленческие, а потом выходить на пленар. И там уже, в общем, пытаться принять решение общее. И вот через эти, ну, конфликты, там, разных идей, уже выходить на создание каких-то общих органов. Ну, там. Я понял. Ну, вот, корректирование вот этого, наверное, заложено. Я понял, по сожалению, мне не нравится твой способ говорения. Поскольку не они, там, как бы, должны выйти, мы их должны вывести. Поскольку, как бы, мы находимся, как игротехническая команда, в руководящем фокусе управления. То есть, нам двигать игру по определенному сценарию сейчас. И тогда, как бы, если мы играем, вот, в примерно, мутно обсуждаемую сейчас, там, тематику и основной рабочий процесс, то есть, если базово идет исследование в управлении, да, или, там, управление вместе с исследованием, как два базовых процесса, то тогда нам это и организовывать. То есть, нам нужно тогда организовать так, чтобы люди начали управлять в этом смысле, там, встраиваться в политический уровень управления, ставить, как бы, цели, как бы, разворачивать необходимые процессы, там, освоения этого дела, там, и так далее. Это тебе организовывают. Хорошо. Андрей, можно вопрос? Да. Я не была на семинарах, я, к сожалению, работаю в это время, у меня занятия, поэтому я не попадаю. Но я вот сейчас какие-то вещи ловила, ну, буквально в первый раз. В моей картине мира оргпроект, рабочие процессы и сюжет вытекают из темы и проблемы игры. Или это не так? Потому что сейчас я много слышала, что я не понимаю. Тему и проблему чётко не озвучили, вроде как какой-то чётко её нету. А как разворачивать по этой теме игру, обсуждают? Хороший вопрос. Тут в теории принятия решений есть несколько подходов. Скажем, такой есть нормативистский подход и дескриптивный подход. То есть как люди должны принимать решения и как они их за правду принимают. Вот в нормативном подходе теории принятия решений всё же должно идти по правилам. То есть определили тему игры, как бы поняли, как бы из этого логично выстроили оргпроект, как бы там разобрались с проблемами и пошли дальше. Красивый хороший вариант. Но мы двигаемся каким-то странным образом. Сама игра идёт в программном режиме. То есть мы начали работать с замыслом игры. То есть там, где появляется тема, обсуждаются проблемы, устраиваются ещё чего-то такое. И как бы продвинулись немножко в этом направлении. И осознали, как бы, что мы не можем двигаться дальше в этом замысле, пока мы не проведём, например, исследование материала. И мы спустились на уровень материала. Провели там какую-то работу. Поняли что-то там про материал. Вернулись, как бы, к замыслу. Там подумали о том, что с этим материалом, как бы, делать можно одно, как бы, другого делать нельзя. Спустились на уровень организации оргпроекта и работы. Сделали здесь что-то. И это вот такое, как бы, параллельное движение по разным ленточкам, которое разворачивается одновременно. При этом в замысле там что-то продолжается формироваться. И мы вот сейчас, как бы, двигаемся одновременно в нескольких этих пространствах, пытаясь выйти, в конце концов, чтобы это свелось к, как бы, программе игры и пониманию того, как бы, чём мы будем делать. Вот так вот оно и, в общем, происходит. Я понимаю. Я так уборку дома делаю. Единственное, что теперь требуется от нас, как бы, от всех, это рефлексивное поддержание всех этих пространств, в которых разворачивается сейчас подготовка к игре. Тут ещё много чего будет. То есть, собственно, то, что происходит здесь. То есть, это подготовка кадров для организации игры. Вот мы это ещё один параллельный процессик. Мы это ещё один, да. Подготовка кадров. То есть, я их не, как бы, ну, топически намечаю, то есть, не организую каким-то образом. Поэтому, подготовка кадров, там, обучение. Там, здесь идёт же, как бы, управление. Там, здесь же идёт, там, техническая организация, там, игры. Техническая подготовка. То есть, уже определён состав участников. Я вам присылал письма, чтобы вы заполнили заявочки, там, как бы, там, заказываются билеты и так далее. Это нам тоже надо понимать. То есть, вот этот вот, ну, то есть, удерживать его. Этим мы не занимаемся. В России это всё нужно удерживать. Что, если у нас будут уже закуплены билеты, то есть, они закуплены, то играть нам придётся. А когда у нас за полтора месяца до игры нету основного рабочего процесса и, как бы, оргпроекта, мы такие, как бы, задницы, как бы, люди, которые собираются этим руководить. Нехитрым техническим способом мы определили количество дней игры. Которая, вроде, должна была на шесть дней быть, но случилось на пять. Вот. То есть, мы знаем теперь, что у нас игра пять дней. Соответственно, каждый, как бы, как бы, день должен иметь свою тему. Соответственно, нам нужно понимать рабочий процесс тогда основной, чтобы номинировать каждый день эту игру. И мы ещё точно не знаем, кто будет руководителем игры. Андрей, можно немножко уточнить? Я руководитель. Я вот сейчас слушаю и не совсем понимаю. И вчера, когда читал материалы, при сегодняшнем занятии, мы тоже не совсем в них. То есть, если изначально, в начале обучения мы говорили о том, что организационно-деятельностные игры применяются в случаях, когда решить проблему другими способами невозможно. Да. Да. Если проблема имеет другие варианты решения, то проводить в один и один и один собак. Да. Сейчас мы готовимся к игре без внятной, на мой взгляд, формулировки проблемы. То есть, я для себя понимаю, что если проблема до конца не сформулирована, значит, решать её другими способами и попыток не предпринималось. Стало быть, игра проводится не для решения какой-то конкретной проблемы, а для какой-то другой цели. Или я где-то не знаю? Ну, первое, что у нас есть несколько подходов к проблеме, которая обсуждалась в методологическом семинаре. То есть, первое, и у нас даже есть, скажем так, три различных варианта к выходу на проблему. То есть, первый вариант – это то, что я как бы вытягивал из обозначения некого проблемного поля, то есть, поле, в котором, собственно, и существуют наши проблемы. То есть, это поле – это некое современное состояние социальности и, если хотите, современное состояние кризиса антропологических представлений. И вот с этим, как в этом проблемном поле, мы так и будем работать. Вот то, что обозначается, например, как содержание игры, то есть, свобода в рамках летучего университета. Участие людей в управлении университетом в этой аморфной ситуации того, что им это управление, в общем-то, нафиг не нужно. В сочетании деятельностных форм организации со свободой жизни людей в университете. То есть, это примерно в этом проблемном поле. То есть, четкого нету формулировки, но там где-то болтается. Второе – то, что Мирошниченко, например, выносил с его вопросами, связанными с этими экзистенциальным транзакционным экзистализмом. То есть, она примерно в этом же проблемном поле формулируется, только немного по-другому, с другого захода. То есть, СНД-методология как таковая, она никогда не работала в схемных аналитических формах с человеческим материалом, который, с точки зрения Мирошниченко, очень чувственно организован. Но мы не можем не работать с этими чувствами человека для того, чтобы решать те задачи, которые нам стоят в университете. Опять же, взаимоотношения рамок деятельности и свободной жизни людей, их, я не знаю, участие в программировании и проектировании университета при сохранении собственных установок, сформирование их как сообщества, при том, что каждый, в общем-то, плевать может на все сообщества, которые там существуют и так далее. И третья проблема, которая, как мне кажется, вносится Мацкевичем и всей структурой разворачивания университетской программы, которая на 300 лет. В этой структуре разворачивания программы на 300 лет университет задумывается как мега-машинное мышление. И один из этих элементов мега-машинности мышления есть университетская ежегодная игра, где люди приобщаются или могут быть сопричастны к этой ситуации коллективного мышления. И у нас эта игра должна быть ежегодной. И вот мы приходим к игре, а проблем у нас вот этих сформулированных нет. И тогда как играть ежегодную игру, где должно быть мышление в ситуации без проблем, что само по себе становится проблемой. То есть эта игра получается, которая организовывается не только и не столько для решения конкретной проблемы, как для развития течения принципа такого-то. Эта игра, скорее, организуется в этих трех пока топически обозначенных проблемных полях или полусформулированных проблем для, в том числе, выхода на реальную постановку проблем. В игре мы можем выйти на постановку проблем. И игра эта, поскольку мы играем в университет, да, она как бы имеет цель развития, в общем-то, университета университетского сообщества. Там вот в этой, как это, проблеме там этой ОДИ, да, про которую ты последним говоришь, там, мне кажется, все-таки, ну, она немножко по-другому в том числе как бы ставится, да. И реально как бы проблема, вот, кто был на последнем семинаре там с этой топикой, которую Долажская выкладывала, реальная проблематика, которая там стоит, это как это, связь, на самом деле, ну, как бы, простраивание связи между разными топами. То есть мы сейчас представляем себе некоторые там процессы и уровни, которые как бы в университете есть, они каким-то образом запущены, но мы не можем простроить связи между ними. И то, как должно быть устроено образование, например, да, для того, чтобы оно позволяло поставлять людей методологический семинар, как бы, неизвестно. То, как должно быть устроено управление, как бы, в этом свободном, как бы, виде. Но, тем не менее, задающее, как бы, там, все эти процессы, как бы, непонятно. То, как связано вот это, ну, что еще есть в этом месте, там, постановки проблем, да, какие формы должны быть для того, чтобы эти проблемы возникали, тоже непонятно. И в этом смысле эта проблема, то, что говорится про освоение, это способ освоения этих мест, а проблематика состоит в нахождении системы связи между этим всем. То есть про места мы знаем, а как они между собой связаны, что эту связь задает, в общем, пока простроить ее не может. Я так понимаю, что это как раз та проблема, которую тоже надо решать и иметь в загашнике. Это, опять же, это еще один набросок к проблематике игры. То есть в самом по себе, в этом все, нет сформулированной проблемы. Ну, точно, да. То есть если мы чего-то не знаем, то это не... С этим еще разобраться надо. Мы это не знаем по гамбургскому счету, вообще в принципе не существует знания про организацию топов, либо мы просто чего-то там не доделали для этого понимания. Если это по гамбургскому счету проблема, тогда она и грабит. Если это отношение к слабости мышления, то тогда она не кроватая. Ну, хорошо, есть у чего кто-нибудь еще кучек дополнить, спросить? Да, я хотел бы еще озвучить следующее. И, конечно, прошлое занятие заканчивалось тем, что Таня выкладывала... Ну, мы там зарылись в прошлый раз на ортогональной схеме. И так перешел... Нет, 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 я просто хочу это напомнить, что у нас... В течение? В том числе, может быть. Она имеет отношение и к проблеме обсуждаемой. Мы зарылись на ортогональной схеме, и Таня быстро нам ее... Ну, если не гала, то, по крайней мере, объяснила на примере, собственно, университета как проекта. Вот, и разложила по двум этим плоскостям пять лекций Маскевича. Ну, то есть, содержание пяти лекций Маскевича с тем, чтобы мы еще раз их прочитали, посмотрели, как нам это ложится, и с тем... И оставляя засечку на то, что нам, в принципе, необходимо, чтобы нам эту схему ввели. Вот. С другой стороны, я это озвучиваю почему, потому что мы можем эту схему иметь в виду, когда мы обсуждаем проблему университета, да? Проблема лежит на антологической плоскости или на деятельность, да? То есть, мы что-то не знаем про университет, мы достаточно знаем, но мы не знаем, как это сделать. И вот здесь, во всех этих обсуждениях, мы же тоже постоянно прыгаем из одной в другой, да? Там есть какие-то топики, там нет схемы, или там есть схемы. Или мы не знаем, как это сделать, или как связать, или там не хватает людей, их действенностное определение, и происходит вот это постоянное прыгание. Но мы же не можем иметь, там, две проблемы в двух разных местах, и организовать процесс. То есть процесс должен быть организован по поводу какой-то одной проблем, локализованной на одной из плоскостей. Не обязательно локализованы на одной из плоскостей, поскольку они связаны всегда. То есть проблема может быть локализованная на двух плоскостях. Ну, по крайней мере, это должно быть на той одной. Разным списом. Хорошо. Кто прочитал лекции в Москве еще? Кто не прочитает? Я, честно говоря, сделал бы 5-минутный перерыв и тогда мы просто чтобы разбить эту рефлексию с дальнейшей работой и дальше просто пойдем по конкретно игротехнике, то есть какие рабочие процессы нам нужно будет организовывать в игре. То есть пока в общем виде, но все эти процессы там будут. Приятного аппетита!